Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вообще без раствора Камень на камне Девушки отдыхают Раньше, когда еще Строили, наверное Заложили в стены Такие вот узоры Поднимемся еще выше Тут на машине, конечно Тяжело Тоже старые дома Не знаю каких годов Тут уже Никто не живет практически Многие уехали Многие переехали Они поближе туда вниз Спустились из гор Вот На стенах Много разных Надписей Вот Сейчас поближе Покажу Залезу сюда На камне На камне На камне Неехали На камне здесь в общем много разных интересных писаний таких у нас вышка стоит жители села стоят загораю на самолеку здесь холодный родник надо взять и напопить воды здесь надо воду попить холодная вода ледяная вода очень вкусно а так виду вот такой вот здесь вид друзья бомбический еще на входе на входе написано тоже надпись рукопись как назвать правильно много надпись и такие вот интересные рисунки разные на всей стене на камнях много чего уже стерлась а вот это вот надпись прям очень хорошо сохранилась сейчас я вам покажу а а и 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 Короче, меня сопровождают в селе Шимихюр. О, здесь вот такой конкретный вид. Короче, показывают мне, ведут меня по этим улицам. Такой вот здесь, короче, ребята. Интересный, очень завораживающий вид. Начиная вот от той самой высокой горы, если смотреть. Очень красивые места. Кругом горы. Кругом зеленые верхушки. А это наверху расположена мечеть села Шимихюр. Сейчас подойдем поближе. Вот как раз отсюда видно полностью село. И вот эта часть тоже, а вон наши машины, стоят внизу. Получается, мы поднялись на самую верхушку села, где расположена мечеть. Пчелы усердно работают, собирают мед. Горный, дагестанский мед. Многие знают, что это очень вкусный мед. О, этот парень тоже на лошади доскакал до села, когда мы ехали. По дороге его встретили. Останавливается там где-то за магазином. Добрались даже до вышки. Еще выше поднимаемся. Это высокая, самая высокая часть села получается, да? Да. Скамейка из камня, из горного камня. Скамейка даже. Да, здесь можно купить. Все, урсунским, салам алейкум тоже. Урсунским, салам алейкум. Всем, короче, данный момент из села Шемихр. С горы переберем, салам алейкум. Друзья, поднялся. Очень интересное историческое место в селе Шемихр. Это вот возвышенность, где расположена башня. Сейчас от нее осталась вот часть стены. Раньше, говорят, башня была построена для того, чтобы в случае нападения вот оттуда, с этой стороны, с ущелья. Эта часть села собирались на этой башне и уходили в ту сторону. Туда вниз. Вот туда уходили. А если нападали с этих сторон, то, соответственно, собирались здесь же. Уходили туда вниз. На ту сторону уходили. Ну, так как отсюда все видно хорошо, вот вокруг можно наблюдать. Сторожевая башня была раньше здесь. Отсюда видно прям действительно все. Здесь, говорят, подземный ход есть, друзья. Раньше из башни, вот когда народ здесь собирался, в случае нападения врагов, они все поднимались здесь и через башню. Говорят, подземный ход есть. И убегали туда, спускались. Обманывали таким образом. Хитрили, короче, врагов. Все быстро собирались и через подземную шахту спускались в ту сторону села и оттуда спокойно уходили дальше. Так что, такие вот места. Потихоньку, наверное, спустимся теперь в другую сторону. Движий воздух горный. Спускаемся, короче, вот здесь. По склону. Столько цветов. Красивых горных цветов. Здесь ромашек. Всяких разных. Ну, теленок здесь себе гуляет, короче. Друзья, для вас была поездка в Шимихыр, в село Шимихыр, в Курахском районе. Вот, поднимались вон туда, на верхушку. Вот, уже спустились нормально, сделали круг. После такой прогулки, друзья, местные жители в обязательном порядке приглашают к себе в гости. Вот, это Дагестан. Тут гостеприимные люди. Поэтому зайдем, немного перекусим, и дальше мы поедем. Такие шкуры тут у каждого висят во дворе. Вот такая башня была раньше на возвышенности, куда мы сейчас поднимались. Это вот, ручная работа. Это та самая крепость, на которую мы сейчас поднимались, где мы были. Дядя Ариф нас позвал домой, пригласил. Это сегодня у дяди Арифа в гостях, в селе, в селе, в селе, в селе, в кулачку. Кушаем местную речную рыбу. Сейчас я вам просто покажу, вы не завидуйте. Это речная рыба, кусач. Очень вкусная. Королевская рыба называется. В этих краях. Ариф холло. Рядом здесь сидит. Спасибо ему огромное, что нас позвал в гости и показал эти места. Нам приятного аппетита, друзья. Вам приятного просмотра. Художник этой картины, кстати, забыл сказать, вот дядя Ариф рисовал эту картину вручную. Накормили, напоили чаем, друзья, меня здесь, в селе, в селе. И даже вот, смотрите, какую папаху мне дали. Мощная папаха. Прям натуральная. Еще таких древних времен. Сейчас я ее одену. Все. Вот такие натуральные папахы здесь до сих пор сохранились в горных селах Дагестана. Прям натуральная папаха. Не халам-балам, а настоящая папаха. Солнце немного село, друзья. В папахе зимой и летом можно ходить, потому что оно от жары спасает и от холода спасает зимой. Потихоньку, наверное, будем трогаться в путь. Потому что планы большие. Дальше еще надо в запланированные места попасть. В планах еще другие места, другие села, аулы, горные. Потихоньку поедем в путь. Дали мне велосипед. Такой простой вариант. Тяжко в подъем идти. Все, теперь надо обратно спуститься. Что, спуск? Спускаемся теперь обратно. Немного в подъем поехал. Уже дыхалки нет. Оп, оп, оп. Чуть не упал. Так, надо уметь вовремя тормозить. Заготовки местных жителей на зиму. Друзья, в селе Шмихвир уже потихоньку темнеет. Предстоит впереди горная дорога. Надо поехать пока не стемнело. Так что до скорых встреч. Увидимся снова в следующем видео где-нибудь в другом селе.